Стимпанк теория. Здравствуйте, меня зовут Светлана Хитрово, я скульптур по бархатному пластику. Мы продолжаем наше занятие по стимпанку. На прошлом занятии мы рассмотрели, как создаются элементы, шестеренки, пластиночки, соединяющие элементы типа сервоприводов, шестеренки в профиль, другие дополнительные элементы. А на этом занятии мы посмотрим подробно, как располагать эти элементы по фигурке, так, чтобы они смотрелись органично. Насколько вы уже помните, я надеюсь, после наших занятий, у нас основное это схема сборки каркаса. Вот схема сборки каркаса, узловые точки каркаса, будет вам хорошей подсказкой по расположению элементов на фигурке. Потому что, по сути, узловые точки каркаса – это места соединения и места перегиба, которые у нас есть в фигурке. Соответственно, на эти места, напомним, точки. Вот у нас идет наша схема сборки. И вот узловые точки. Вот, 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 вот. Ну и вот можно вот здесь еще добавить. Значит, места перегиба – это то, что вращается, гнется. Вот, то, куда можно добавить, например, шестеренки, какие-то движущиеся элементы. То есть, например, вот сюда можно шестеренку добавить, да? Вот сюда, вот сюда. Видно? Вот сюда. Там, где у нас на лапках… Ну, вот сюда тоже, кстати, можно. Там, где у нас на лапках мало места, да? Мы можем добавлять вот такие вот соединения. Например. Вот, то же самое аналогично здесь. В этом случае фигурка выглядит правдоподобно. Значит, все оставшееся можно заполнять различными способами. Можно руководствоваться анатомией. То есть, если вы знаете, здесь идут ребра. Здесь вот идут вот так вот мышцы. Поэтому, например, что можно сделать, если вы хотите делать по анатомии? Можно делать пластинки, соответствующие основным группам мышц. Например, вот так пластинку. И дополнительные маленькие пластиночки вот здесь. Оформляя там каждую из них, как мы делали, там тем же самыми заклепками. В этом случае механизм выглядит натурально. Вот здесь делать, например, там, где основные центральные шестеренки. Делать уже кожух под них, чтобы они, ну, вращающиеся детали у нас не застревали. Вот. И остальные части прикрывать уже пластиночками в том виде, в котором вам хочется. Значит, как может выглядеть схема расположения на птицу, например? Как мы уже, опять-таки, рассмотрели по узловым точкам. Ну, я предлагаю тогда не совсем птицу делать, как крыло дракона, потому что оно более такое схематичное. И, наверное, для стимпанка, вообще для стиля стимпанка, оно, наверное, подойдет лучше. Ну и дальше сделаем условную птичку. Например, вот так. Ну, дальше как обычную птицу. Придет типа механическая, да? Значит, что, где здесь можно расположить элементы шестеренок и так далее? То же самое смотрим по узловым точкам каркаса, места, где у нас идут изгибы. То есть вот здесь вот голова шеи может наклоняться. Значит, куда мы можем расположить шестеренки? Вот сюда может быть крупная шестеренка, сюда, 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 сюда и сюда. Вот здесь в соединении уже может быть типа маленького привода, чтобы не утоншать, не увеличивать толщину ножки. Вот. И дальше вы произвольно можете... Ну, здесь вот, например, вот видите, две шестеренки. Две шестеренки просто вращаться не могут, если между ними большое расстояние. Соответственно, если хотите, можно сюда добавить, например, третью небольшую. Вот. Или сделать одну из шестеренок крупнее, так, чтобы они соприкасались. В принципе, крупные элементы хорошо смотрятся с маленькими, поэтому вот такое сочетание тоже смотрится выигрышно. То же самое добавляем кожух над шестеренками. Вот, например, здесь. Вот. И оставшиеся элементы закрываем по примерно анатомии пластиночками. Если вы анатомию не очень хорошо знаете, вы можете открыть анатомию для художников. Например, там, птицу, или кошку, или собаку. Это материала сейчас в интернете достаточно много. По поводу пальчиков. Как их можно обыгрывать? Можно делать соединительные элементы. То есть в соединительных элементах делать, например, какие-нибудь дополнительные сгибающиеся конструкции. Потому что вот это, по сути, пальцы. В пальцах могут быть суставы. И, соответственно, их тоже можно обыграть. И добавить, например, штырьки в виде когтей дополнительных. Для того, чтобы это смотрело все-таки металлическим, механическим созданием. И вот эту перепоночку уже можно делать, например, не черным, а коричневым цветом. Чтобы она смотрелась под кожу. То есть не совсем металлом. Потому что если она у нас будет металлом, она не будет гнуться. Ну, то есть если вы продумаете немножечко механику, то вы сможете создавать красивых, натуралистичных животных в виде стиля стимпанка. Спасибо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok